Всем доброго времени суток, мои дорогие телерадио и видеослушатели. Снова с вами я, Игорь Шеститко. И сегодня у нас очередное видео из многих видео, начиная с 2013 или 2014 года, с момента выхода того, что называется Windows 10. Я рассказываю про новинки, про то, что новое, как это работает, зачем это нужно и тому подобное. И пока у меня на другом ноуте сейчас, к сожалению, сервер остался дома и туда долго заливать видео, чтобы потом отконвертировать там. В любом случае, к сожалению, ноут у меня сейчас мучает, мучает видео, посвященное о том, как обновиться, какие шаги могут потребоваться и тому подобное. До Windows 10 сборки, майской сборки 2019 года или то, что называется версия 19.03. На некоторых ноутах она у меня уже стоит, на некоторых она еще не приехала. Я просто использую, так сказать, для сравнения, чтобы посмотреть, что, где и как. На вот этом вот ноуте у нас уже все есть и все хорошо работает. Вот вы смотрите. Кстати, к сожалению, к сожалению, я вот использую айфончик для работы с, так сказать, с экранками, качество съемки с экранок у айфончика. Какое-то печальное и слабенькое. Я попробовал вытянуть установку, посмотрим, что из этого получится. В любом случае, надеюсь, что вы видите нормально картинку. Я еще специально уменьшил разрешение до 1080p и 60 кадров в секунду вместо 4K видео. Надеюсь, экран будет покрупнее. И на YouTube, я, кстати, опубликую это без конвертации, на YouTube все будет зашибись. Так вот, а предыдущее видео, которое будет про установку, оно получилось, конечно, фиговеньким. Так вот, возвращаясь к теме, новая функция, чтобы не ждать, пока она там отконвертируется, про другие новые функции я потом расскажу. Хотя 1903 практически не имеет существенных таких, знаете, глобальных улучшений. Но, 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 некоторые из улучшений такие заслуживают внимания. И первое из них это то, что называется Windows Sandbox. Windows Sandbox. Вот он у нас, Windows Sandbox. Утилита, которую я уже установил вместе с Windows 10, 1903. Она появилась, не устанавливается сразу, а требует изначально еще и подсуетиться установить ее саму по себе. Работает на Pro, Windows 10 Pro, Enterprise и производных от них, например, Education. У меня стоит Workstation, если вы обратили внимание. На них она работает, на Home и прочих-прочих не работает. Что вы видите? Правильно, вы видите то, что называется еще одна Windows. Это терминальный, так сказать, режим, который позволяет вам делать что и зачем вообще это нужно, с чем его едят и тому подобное. Так вот, Windows Sandbox по задумкам Microsoft является неким виртуальным окружением. Опять же, работает только на машинах. Если у вас есть 8 гиг памяти и хотя бы 2 ядра современных процессоров с поддержкой виртуализации. Виртуализация должна быть включена в биосе. Ну, короче, если у вас работает Hyper-V, значит и будет работать Sandbox. У меня Hyper-V включен, они друг другу не мешают и тому подобное. Но, обратите внимание, вместо медленной старта виртуальной машины с полной загрузкой Windows и тому подобное, у нас вот этот вот Sandbox стартовал практически мгновенно. Вот я его закрыл, он выключился. Захотел еще запустить, окей, запустили еще и так можем повторять много-много-много раз. Зачем? Да, вот, пожалуйста, это быстрая среда развертывания, быстрая среда тестирования и тому подобное. Microsoft заявляет о том, что эта среда нужна для разработчиков, эта среда нужна для тех, кто хочет что-то протестировать, кто хочет обновить что-то, улучшить, проверить и тому подобное. Не саму Windows, а какие-то приложения установить, посмотреть, будет ли работать это дело в среде его Windows и все ли будет хорошо. Вот, собственно говоря, зачем эта штука нужна. Ну и еще важно понимать, что это действительно тестовая среда. Если вы посмотрите на ее свойства, работает она, кстати, шустренько. Если вы посмотрите на ее свойства, особенно about, можно увидеть, about это о системе, да. Специфические вещи, например, device name, вот такой вот странной памяти берет, как я уже говорил, 4 гига процессор. Тоже у нас, как вы видите, местный и тому подобное. Можно посмотреть на то, сколько в реальности сейчас, а то же на памяти у меня в системе, 7,5 гигабайт и тому подобное. Да, и обратите внимание, это Windows 10 Enterprise, причем она не активирована. Если вы перейдете куда-нибудь там в аккаунт, например, она будет вам писать, у вас система не активирована и вы работаете под локальным аккаунтом, не можете подключиться к Microsoft, пока систему не активируете. Ну и что я еще хотел показать, перед тем, как продолжить, смотрите, мы создаем новый документ. Здесь, например, внутри нового документа скорость работы отличная. Пишем Игорь Шастидко, почему бы и нет, сохраняем его, убеждаемся в том, что он здесь есть, смотрим дальше на состояние системы, где она, вот наши 7 гиг, а теперь я делаю очень интересную вещь. Я закрываю, закрываю окно и что вы здесь видите, оно пишет, внимание, вы собираетесь закрыть Windows Sandbox, как только вы его закроете, все данные будут потеряны. Да, 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 это, скажем так, перманентная, не перманентная среда, а временная тестовая среда, которая келяется, ее содержимое келяется, как только вы прекращаете ее использовать. Это значит, что правильно, это действительно тестовая среда, каких-то долгожданных, долгосрочных установок вы в ней сделать не можете. Ну и обратите внимание, после келяния с 8 гигабайт практически, да, память стала 5 гигабайт, то есть 3 гигабайта в реальности вместо 4 занимала система. Так что такое Windows Sandbox? Правильно, Windows Sandbox это не что иное, как контейнер, в отличие от виртуальных машин, более легкий уровень виртуализации, который использует вашу операционную систему в качестве основы, но запускает саму систему, то есть не надо устанавливать файл, не надо конфигурировать образ и так далее. Это слепок, который есть с оригинальной операционной системы, который просто запускает необходимые процессы в изолированном объеме памяти. Таким образом получается, про контейнеры долго можно рассказывать и тому подобное, примите за данность, таким образом получается более тонкая, более легкая виртуальная машина. Так что особых затрат нет, стартовало быстро, что-то туда поставили, скопировали файлики, можно копипастом с десктопа на десктоп, например, скопировать необходимые файлы и прочее, прочее, прочее. После чего вы можете запросто запустить нужное приложение, протестировать, погонять и тому подобное. Как же работает и как его установить? По умолчанию Windows Inbox нет, вам необходимо запустить Control Panel, правильно, или панель управления, если по-русски. Найти здесь программы и фичи. И вот здесь вот есть Turn On, Off Windows фичи. Среди всяких прочих вы и найдете тот самый, у меня есть Subsystem for Linux стоит, и Sandbox. Вот он, Sandbox. Ставите галочку, если у вас Windows Pro, система отлично устанавливается, после чего просит, как обычно, перезагрузить. Почему просит перезагрузить? Много нюансов. Если у вас не был включен гипервизор, он включит гипервизор, установит его и тому подобное. Установит необходимые репозитории контейнеров и тому подобное. Включит процессоры на вложенную виртуализацию. Так, по крайней мере, требовалось в документации, инсайдерской документации на Windows 10. Сейчас это все автоматизировали в процессе установки. В общем, перезагрузиться попросится. После чего Windows Sandbox появится у вас просто как еще одно приложение, и вы сможете, собственно говоря, его запускать. Вот как я это и делаю. Запустили. Сейчас мы увидим, как память резко прыгнет с 5.2 до 6.6, 6.7. Дождемся старта и увидим, что на самом-то деле все файлы пропали. Все файлы пропали и, ну, все заново, да. С другой стороны, для тестирования как чистое окружение, которое стартует как бы с базового образа и настраивается только при старте для того, чтобы выполнить какие-то задачи, протестировать безопасность. Хотя для безопасности сразу вас предупреждаю, выключайте сетевые функции, потому что многие современные вирусы, особенно на основе мимикации и прочих, способны лазить и дальше вашей одной машины, а она смотрит в сеть. Как вы видите, сетевой интерфейс здесь поднят, причем поднят совершенно не тот, который есть у меня. Это значит, что она сконфигурировала дополнительный гейтвей. Покажи, что у тебя там. Вот, можно посмотреть 172, 17 и прочее, прочее, прочее. Хотя в то же время у меня лично на моей машиночке айпишничек, ты какой у нас айпишничек? Должен быть 192, 168, ну вот он, да, 192, 168, 1, 190. Да хрена себе всяких вещей, хотя у меня здесь есть, нет, нету эзернетов и тому подобное. То есть только Wi-Fi, так что выключайте сетевые функции и тому подобное. Казалось бы, смысла нет. Ну, то есть только для девелоперов. На самом-то деле оно-то как бы для девелоперов, но Microsoft и разработчики предусмотрели, опять вот можно увидеть, как память упадет, процессы автоматизации, все этого развертывания и тому подобное. Есть небольшие скрипты, которые позволяют вам выполнять простейшую настройку и простейшие, хотя и не простейшие действия на предмет настройки данного контейнера при старте. Что мы здесь видим? Мы видим здесь тот самый скрипт конфигурации. Я внизу в описании к видео это все добавлю, может напишу и на блоге и тому подобное. Итак, у нас есть конфигурация, это файл конфигурации, как вы видите, текстовый файлик XML. У нас есть опция, например, виртуальный CPU, задизейблен, сеточка задизейблена. И все. Как вы видите, теперь уже можно более безопасно запускать какую-то хреньюшку. И чтобы ее не копипастить ручечками, мы можем сделать, обратите внимание, такую финтушами, как Mapped Folders, указывая, что Mapped Folders, ну это неправильно, конечно, Users, iWalker, Documents, мои все документы, но в режиме Read Only я маплю в виртуальную машину. В виртуальной машине в дефолтном аккаунте на десктопе появится каталог Documents. Вот вы его видите, путь. И здесь еще в качестве примера, как вы видите, еще один сценарий использования данного скрипта. Это Lagoon Command, то есть при старте уже самого контейнера, самой сэндбокса, выключится графический адаптер, выключится сетевая карточка, смонтируется фолдер и запустится Explorer с путем, обратите внимание, вот этот дефолтный аккаунт, WDAG Utility Account, Desktop, и в нем появится вот этот вот Documents как фолдер, и он его откроется. То есть получается, что я здесь, Lagoon Command, могу перечислить какие-то команды, и все будет хорошо. Хорошо. Далее этот файлик, как вы видите, записывается как WSB Windows Sandbox, Windows Sandbox, и я его поместил на экран. То есть при клике на рабочий стол, при клике на этот файлик, мы увидим запускающийся сэндбокс, но, вы меня там видите, ну так, размытистый, но чем он отличается? Правильно, он отличается тем, что сеточки-то у нас нет, как вы видите, печалька-то. И вторым моментом, которым отличается, как вы видите, запустился на десктопе каталог Documents, и я могу видеть те самые документы, которые есть у меня вот здесь. Вот они здесь, и вот здесь они здесь. То есть одни и те же документы, дата модификации, да, одни и те же документы, которые Documents, и которые здесь Documents. Так что вот, можно даже чуть-чуть так сравнить, для того, чтобы посмотреть, просто, так, просто здесь они маркированы типами файлов, здесь они не маркированы типами файлов. Работает? Работает. Отлично работает? Отлично работает. То есть теперь я могу зайти сюда в документы, покопировать, поработать с ними и тому подобное. То есть то, что мне нужно, копия, пасты, и посмотреть, что у нас там. Ага, как вы видите, мэспоинт забыли. Но в любом случае, процесс работы, процесс, да, тут, кстати, мало чего есть, если посмотреть из родных приложений, в основном только то, что требуется у вас для работы, там PowerShell, Windows Security, Windows System, какие-то дополнительные утилиты, этот образ с собой не несет, но опять же, все это можно конфигурировать. Таким образом, поигравшись с системой, вы можете запросто что-то сделать, и при следующем старте, при закрытии мы получим ту же конфигурацию. Но есть еще более продвинутая конфигурация. Обратите внимание, данная конфигурация монтирует, ничего не делает с сеточкой, потому что она понадобится, ничего не делает с графической карточкой, но она монтирует два фолдера, в принципе, можно было бы и один, один из которых называется Sandbox Script. И из этого Sandbox Script уже внутри системы, поскольку вот он монтировался как Desktop Script, он запустит файлик vs.code.install.cmd, который я еще и модифицировал. Вот содержимое, собственно говоря, на диске C вот этого Sandbox Script. Здесь находятся хромовские файлики, здесь находится файлик CMD. Файлик CMD на самом-то деле делает весьма и весьма полезные и нужные вещи. Во-первых, он копирует из того самого смонтированного каталога Desktop Sandbox Script файл с MSI Google и, соответственно, копирует его на десктоп, после чего запускает MSI Exec, не показывать интерфейс, не перестартовывать, который установит Google Chrome прямо на машину в стартующее окружение, так что вам каждый раз не надо будет заморачиваться с настройкой Google Chrome и тому подобное, вернее, установкой его и так далее. Это просто как пример того, что можно делать и как можно использовать. То есть стартовали, создали окружение вот такими вот командочками, дальше запустили какой-нибудь тестовый скрипт для тестирования своего какого-то кода, или же вот, ну в данном случае здесь вы видите, устанавливается полностью студия, Visual Studio, которая берется с сайта visualstudio.com, копируется опять же на десктоп, потом запускается процесс установки опять же в Silent Mode с самого visualstudio.com. И этот скрипт, как я уже говорил, запускается вот здесь вот через Logon Command, командочка, вот она, наша команда. Так что если вы сильны в PowerShell или CMD, можете здесь наворотить для себя все, что угодно. И, соответственно, процесс старта и процесс работы будет выглядеть вот таким вот образом. Да, запускается, слушайте, конечно, iPhone с экранки делает отвратительно по сравнению с Сонькой. Я вижу страшные пересветы. Надеюсь, я не буду обрабатывать ввиду отсутствия времени и еще одного ноутбука. Два ноута херячат сейчас видео. Один херячат путевые заметки, другой делает видео про Windows 10. Ничего не происходит. Вот, видите, скрипт, смонтировались каталоги, скрипт стартовал. Вот, вот, Google уже скопировался. И сейчас, скорее всего, идет установка, установка Google. Ждем, как говорится, до первой звезды нельзя. Ну же, ну же, ну же, ну же, ну же. О! И вот уже хромчик установился у нас. Вон, даже можно увидеть его иконочку вверху. Рядышком с верхним левым углом командной строки. А мы сейчас видим, как система выгружает Visual Studio Code, бесплатную легкую версию разработки. И, соответственно, соответственно, устанавливает ее и стартует. Вот, пожалуйста, оно стартует. И дальше, дальше, дальше оставим. Нет, сделаем хром новой системой. Да, и дальше можем уже работать. Вот, чтобы вы убедились в том, что все работает хорошо. А вы увидели, что все работает хорошо. Кроме того, можете масштабировать на полный экран. И у вас от этого еще будет лучше работать. То есть, вот ваше окружение. Вот, зачем, собственно говоря, предназначен Windows Sandbox. Игрушки. Ну, честно, не пробовал игрушки. Хотя, опять же, можете попробовать. Виртуальная графическая карточка с поддержкой Remote FX. То есть, трансляция из запроса из виртуальной среди в графическую карточку есть. Если вы ее специально не отключили. И, соответственно, ну, должно гонять. Должно притормаживать, но гонять. Только не забывайте, что либо сохраняйте игрушки где-то еще. Либо по закрытию все это будет удаляться. Кстати, еще один нюанс. Если вы обратили внимание, мой скрипт скопировал сначала Google Chrome сюда, а потом установился. Не знаю почему, но код отказывался. Или система отказывалась устанавливать прямо из монтированной папки. Может быть, это какие-то ограничения ядра. Может быть, это какие-то ограничения безопасности. И, опять же, с безопасностью я бы все-таки не очень верил бы этой всей штуке. Я имею в виду с точки зрения сетевых интерфейсов, смонтированных папок и тому подобное. Помните, что современные вирусы по сети могут навредить еще больше, чем вы получите, просто подключив его, запустив его на одном машине. Пример тому знаменитый Петя, который успешно с одной машиной распространялся и уничтожал. Кстати, про Петю у меня тоже видео есть и на блоге есть и всего-всего много есть. Появление Пети я даже предсказал за месяц до. Но это уже совсем другая история. И если вам интересны различные истории про IT, путевые заметки за еду и распаковки различных гаджетов и прочее-прочее-прочее про хобби, все это есть у меня на канале. Напомню, что последние полгода я живу и работаю в Дубае. Так что, если захотите, смотрите, опять же, в всплывающих аннотациях внизу в описании видео. Все это есть. О, кстати, обратите внимание, эта штука еще и имеет выключенный антивирус для того, чтобы вы могли прочувствовать себя человеком, чтобы вам ничего не мешало жить и устанавливать код. А то этот антивирус слишком уж очень умный. Например, если захотите установить подсистему линуксовую с кали линуксом, он все келяет сразу. Поэтому сначала отключаем антивирус, вернее, каталог, на котором находится кали линукс, его код и так далее и тому подобное для Windows Subsystem. Linux Subsystem, да. Отключаем от проверок. Ну, это отдельная, другая история. Может быть, про Windows... Linux Subsystem for Windows или Windows Subsystem for Linux. Windows Subsystem for Linux Subsystem. Я расскажу отдельно, сам пользуюсь. У меня тут тот же... Ага, тот же. Лео, ты где? У меня тот же кали здесь установлен. Вот он, как вы видите. Можем погонять чертиков, можем даже запустить графические оболочки и тому подобное. Но это уже отдельная, опять же, история. А у меня сервер запущен? По-моему, нет. А сейчас мы запустим сервер. Где же ты, мой X-Wing? X-Wing. Что такое? Как нафиг? Как нафиг? Ладно. Потом разберемся, кто что поломал. Очень верю, что после переустановки Windows и обновления Windows это могло и сломаться. Но в любом случае... В любом случае мы говорили про то, что называется Windows Sandbox. И думаю, вам это понравилось. И напомню, что после закрытия это все кельнется полностью. Много ли требуется... Ну, Microsoft говорит о том, что около 100 мегабайт на диске для работы системы. Плюс те файлы, которые вы будете копировать. И все. И память. 4 гига памяти. То есть 8 гиг оперативки. Минимум требуется из них, которые там 3-4 должно быть свободно для старта системы. Вот такие вот вещи. Так что подписывайтесь, ставьте лайки. Смотрите другие видео внизу в описании в всплывающих аннотациях. Вот сейчас в конце пойдет так называемый конечный экран или конченый экран. Фиг его знает. И напомню, что сейчас еще появятся видео, посвященные тому, что называется Windows 10 Update. И всего нового, что есть в Windows 10, хотя там немного, 19.03. Будет отдельное одно-два видео. Я думаю, в одно уложимся. Потому что про главную фичу, а именно Windows Sandbox, я уже успел рассказать и показать. Пользуйтесь, а с вами был я, Игорь Шестидко. Всего хорошего, удачи, увидимся, пока.